Сейчас наш репортаж о тех, кто попал в яму, пагубной зависимости от которой очень тяжело избавиться, которая способна поставить крест на всей дальнейшей жизни. Но, как показывает практика, путь к спасению все-таки есть. Вот уже 7 лет в Твери волонтеры проекта «Жизнь одна» помогают вернуться к нормальной жизни алко- и наркозависимым матерям. Как ведется эта работа и сколько семей удалось восстановить? Подробности в сюжете Валерии Фоминой. Это дом волонтерского проекта «Жизнь одна» в деревне Колесниково в Калининском районе знает каждый местный житель. Здесь живут и духовно реабилитируются женщины, мамы, употреблявшие спиртное или запрещенные вещества. Особенность программы в том, что участницы могут проходить путь избавления от пагубных пристрастий, не лишаясь общения с детьми. В доме несколько оборудованных комнат, кухня, столовая. Есть даже огород. Убирают, готовят, занимаются с детьми сами постояльцы. Их количество постоянно варьируется. Бывает до 10-13 человек. Полгода назад в этих стенах оказалась 40-летняя москвичка Ольга. Она наркозависимая с большим стажем. В столице остался зависимый супруг. Я по соцсетям узнала об этом центре, поскольку у меня ребенок, и центра они принимают с детьми. У меня возраст уже, когда мне нет времени думать. У меня ребенок, и у меня нет времени на то, чтобы рассуждать, мое это не мое, надо мне это или не надо, хочу я или нет. Вот, я хочу, хочу жить, и хочу, чтобы мой ребенок был счастливым, я была счастливая. Возвращаться домой у Ольги нет желания. Говорит, там остались те, кто может обратно спустить на дно. А туда уже Ольге и остальным женщинам не хочется. Уже больше года здесь Катя. Ей чуть за 30. Вследствие большого употребления алкоголя у нее случился паралич. Сколько женщин, столько и судеб, говорит руководитель проекта. Уроженка Смоленской области Анна Орлянская. 10 лет назад она сама прошла путь со дна. Сегодня она к тому же счастливая жена и мама. Своим примером она 7 лет доказывает, что жизнь без наркотиков и алкоголя есть. Нужно только захотеть и начать действовать. За 7 лет действия проекта мы помогли порядка 450 человек. За последний год только мы помогли 81 человек. Дистанционно консультативную помощь это люди, женщины с детьми, с которыми мы встречаемся вне проекта, общаемся, проводим встречи, группы, поддержки. За год их 108 человек и за всю жизнь практически 800 человек, которым мы помогли. Почти половина участниц проекта больше не вернулась к пагубным привычкам. То есть почти полтысячи семей сумели вернуть маму, свободную от пристрастий. Самое главное в реабилитации это желание самого человека поменять жизнь и пройти этот непростой путь. Безусловно, есть участница проекта, которая, закончив свое участие, возвращается в проторенную колею. А некоторые идут другим путем, вступают в ряды волонтеров и помогают встать на путь здоровой жизни другим зависимым.